Мы продолжаем выпуск. Лозунг «Быстрее, выше, сильнее» хорошо известный старшему поколению уже с 1 сентября вновь зазвучит по всей стране, в том числе и нашем регионе. Ненецкий округ утвердил план внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» или, как его еще называют, ГТО. Он включает три этапа, реализация которых рассчитана до 2017 года. Первый этап экспериментальный, он затронет все школы округа. Ожидается, что уже с нового учебного года ребят начнут готовить к сдаче нормативов ГТО. На втором этапе, который начнется с 2016 года, комплекс «Готов к труду и обороне» будет внедряться среди работников государственных, муниципальных и бюджетных организаций. На третьем этапе, в 2017 году, спортивный комплекс должен охватить все остальное население Ненецкого округа. За выполнение нормативов ГТО будет выдаваться значок и удостоверение с описанием успехов спортсмена. Процесс тестирования пройдет в соревновательной обстановке. В испытания входит бег, прыжки в длину, тест на силу и выносливость, метание снарядов, плавание, лыжные гонки, стрельба, турпоход и даже скандинавская ходьба. Администрация региона сейчас разрабатывает поощрение за сдачу нормативов как учащимся, так и работающим гражданам. Напомним, указ о возрождении норм физической подготовки «Готов к труду и обороне» был подписан Владимиром Путиным в этом году. Продолжение следует...